Приветствую вас! Я думаю, что для начала неплохо было бы вообще понять, кто вы в этой ситуации. То есть вы учитель, вы родитель, может быть вы школьный психолог, вот. Потому что, исходя из того, кто вы, можно будет дать вам какую-то рекомендацию, да? Вот. То есть именно из, вот именно из того, если исходить, кто вы, да? Если именно вот из этого момента исходить. Вот. Потому что так вот давать ответы, да, ну просто вот непонятно кому. Поэтому это не очень здорово, я считаю. Поэтому обратите, пожалуйста, на это своё внимание. Вот. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Если вы всё-таки педагог или если вы всё-таки школьный психолог, да? Вот. То, значит, как педагогу вам нужно максимально адаптировать подачу материала, чтобы заинтересовать, значит, материалам детей, тех, кто реально хочет учиться. А тех, кто учиться не хочет, просто отпускать срок. То есть просто давать им прогуливать и всё. А нет смысла удерживать людей, если они не хотят. В этом смысле пригодится, на мой взгляд, хороший принцип амортизации. Вот. Который, я думаю, вы могли бы изучить сами в интернете. Вот. Ну и действует он именно так, как я сказал. Так. Если человек не хочет учиться, допустим, ну у него нет вот такого желания, нет у него склонности, да, потребности в том, чтобы... следовать образовательному процессу. Вот. То лучше всё-таки отпускать. И тогда общественное мнение, оно даст о себе знать. Рано или поздно оно даст о себе знать, и человек, скорее всего, опять захочет вернуться на урок, опять захочет что-то делать. То есть это вот такая вот история. Но заставлять, заставлять кого-то учиться, это абсолютно бесперспективно. Вот. Потому что если человек не хочет, он не будет этим заниматься. Вот. А это если вы, значит, это если вы педагог. То есть как педагогу вам желательно просто не давить лишний раз, вот не давить на... Учеников. Вот. Хотя я понимаю, безусловно, я понимаю, я могу понять, что это не легко, я могу понять, что вам будет это сделать, а возможно сложно и тяжело. Но, вот, тем не менее, если вы хотите реально проблему решить, если вы хотите реально её решить, то действовать нужно вот в таком, собственно говоря, ключе. Вот. Вот. То есть тут вариантов нет других. Иначе, ну, иначе будет постоянно вот эта вот борьба, постоянно будет борьба сочиняка. Вот. Я не думаю, честно говоря, что, ну, что вы этого хотите для себя. Вот. А дальше. Если вы школьный психолог, то я рекомендую вам игротерапию с детьми. Вот. И на играх, соответственно, на игротерапии обыгрывать все вот чувства ребёнка, все чувства детей обыгрывать, оперировать. То есть, чтобы вот прям, ребёнок их выражал, да, вот, чтобы он мог делать все, что он хочет, ну, вот это время, которое он, к примеру, проводит, да, ну, с вами, с вами, допустим. Вот. Вот. То есть это вот такой момент, потому что всё равно как бы вербально вы до ребёнка сможете донести не так много всего. Вот. Поэтому здесь, наверное, дальше даже не стоит пытаться. Вот. Получится, скорее всего, только хуже ещё. Вот. Что это реально будет хуже, в том смысле, что ребёнок не будет вас, понимаете, да, будет, наоборот, видеть, ну, видеть вас врага. Вот. Вот. Опять же, я уверен, вы не хотели бы. Вот. Вот. А, примерно, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте, несмотря на то, что он не совсем понятно сформулирован, вот, не совсем понятно, кто кто в этой ситуации вы, не совсем понятно кому конкретно обращен ваш вопрос. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что смог, смог ответить вам на него, то есть вот на, ну, на вопрос, который вы задаёте, я ответил смог. Надеюсь, что это вам поможет. Надеюсь, что это вам поможет, надеюсь, что вы сможете, сможете для себя сделать какие-то выводы. Вот. Значит, вот, так, на этом всё, я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад на них ответить, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что вы найдёте, ну, обязательно найдёте способ решения своей проблемы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.